Десногорск Культуры и молодежной политики проводились ремонтные работы по ремонту киноконцертного зала, устанавливалось и настраивалось оборудование для показа непосредственно кинофильмов. И на сегодняшний день кинозал полностью готов к приему наших жителей, к показу кинофильмов, современных кинофильмов. Мы произвели полный косметический ремонт зала, были заменены 100% в кресел, при этом сделали разделение, так как у нас будет киноконцертный зал, мы сделали отдельное выделение кинозоны для показа кинофильмов и концертные зоны для размещения всех тех, кто будет приходить к нам на концерты. Установлено самое современное на сегодняшний день оборудование для показа кинофильмов, в том числе и 3D кинофильмов с современными очками, очень удобными. Все это оборудование настроено, готово к работе. 15 декабря у нас запланировано официальное открытие кинотеатра. Торжественное открытие с приглашением почетных гостей из Смоленска, из концерна Росэнергоатом, из госкорпорации пройдет в 12 часов дня. И с 16 часов кинотеатр будет уже работать для всех наших жителей, то есть полностью будет открыт для кинопоказов. Ценовая политика у нас достаточно мягкая. Цена билета будет составлять от 100 до 300 рублей. Ценовая политика обусловлена тем, что, во-первых, это конкурентоспособная цена, ни для кого не секрет, что в близости в городе соседи Росуль есть кинотеатр. Мы в том числе обращаем на ту цену билета, которая есть у них, плюс учитываем те требования кинопрокатчиков, которые выставляются к кинотеатру. 300 рублей – это цена билета на новые фильмы, новинки, которые будут выходить практически еженедельно, и опять же в зависимости от рейтинга этого фильма. Если, вот немножко позволите, забегу вперед, открытие нашего кинотеатра мы начнем с очень ожидаемого фильма «Аквамен», который выходит 13 декабря. Мы его запустим 15 декабря. Это такой очень рейтинговый фильм, очень ожидаемый, как у нас в городе, так и вообще по всей стране. И, конечно же, на такие фильмы рейтинговые цена билета будет составлять максимум в первые дни показа. Затем, естественно, цена билета будет снижаться. Если фильм новый, но не очень, скажем так, рейтинговый по критериям, которые определяет и фонд кино, и определяют кинопрокатчики, цена билета будет составлять 100 рублей, 200 рублей. То есть от 100 до 300, ни меньше, ни больше. Хотелось бы добавить о том, что дети до 4 лет могут посещать кинотеатр бесплатно, без предоставления отдельного места. И обязательно будут предусмотрены льготы для тех категорий наших жителей, которые на них имеют право. Это и инвалиды, и участники Великой Отечественной войны, и участники боевых действий в горячих точках. То есть все для наших жителей любимых. Ввиду того, что у нас всего один кинозал, и прокатчики кинофильмов выставляют определенные требования, допустим, тот же «Аквамен», которым мы начинаем наш кинопоказ, он в первую неделю кинопоказа должен проигрываться в кинотеатре не менее 4 раз в день. Далее эти требования снижаются. Соответственно, ассортимент фильмов не может быть сильно раздут. Ежедневно будет транслироваться 3-4 фильма. То есть начинаем мы с «Аквамена», в то же время, ну это как бы вот хит такой сегодняшний, в то же время уже с 15-го числа мы будем запускать «Бамблби», тоже такой, но он уже чуть дольше идет, рейтинговый фильм. Далее у нас пойдут новинки, это и «Полицейские срублевки», и «Т-34 к Новому году», и «Для детей и три богатыря» будет мультик показываться, фильм «Гринч», который будет идти. То есть в среднем в день это 3-4 фильма. Они могут, конечно, повторяться изо дня в день, потому что условия прокатчиков. Соответственно, при выходе новинок и при снижении посещаемости фильма мы будем их вот менять. С Нового года мы планируем запустить голосовалку на сайте Центра культуры и молодежной политики, для того, чтобы наши жители сами могли определяться с теми фильмами, которые они хотели бы видеть и которые мы могли бы показать. Это облегчит и нам задачу по подбору фильмов, и, конечно же, я думаю, будет хорошо нашим жителям, которые выскажут свое мнение, проголосуют за это. И чтобы наш кинотеатр был максимально востребован. Афиша тех фильмов, которые будут показываться, она будет отдельно. Так же, как на сайтах других кинотеатров. То есть, чтобы наши жители могли посмотреть, посмотреть время сеанса, когда им удобнее прийти. В будущем рассматриваем, пока не готов сказать на 100% о том, что это осуществимо, насколько это осуществимо, делать и предварительные заказы, то есть, можно, онлайн бронирование. То есть, идем в ногу со временем. У нас касса находилась отдельно от всего здания, в сторонке. Кассу кинотеатра мы будем перемещать в помещение кафе, которое находится в центре культуры. И в этом же кафе, благодаря помощи ООО «Смоленская сервис», мы будем организовывать точку кафе, точку общепита, где все желающие посмотреть кинофильм, могут купить билет и в ожидании кинофильма выпить чашечку кофе, съесть вкусную выпечку, то есть, посидеть, отдохнуть, приятно провести время. В дальнейшем также уже есть предварительные договоренности с руководителями «Смоленская сервиса», мы будем развивать это кафе, развивать в направлении каких-то организаций форм досуга для детей, то есть, может быть, это какие-то игровые автоматы еще, то есть, планов очень много. Каждый фильм имеет свой возрастной ценз. Этот возрастной ценз, в том числе, будет указан и на афишах фильма, и на сайте в расписании кинопоказов. Контроль будет осуществляться, то есть, возрастной ценз, для нас очень важен, так же, как мы понимаем, что кинотеатр у нас находится в здании Центра культуры и молодежной политики, это учреждение культуры, муниципальное учреждение культуры, поэтому возрастной ценз кинопоказов, никакого спиртного в кафе, все только вот такое хорошее. Я в начале своего выступления уже сказал, что у нас киноконцертный зал, и от концертной деятельности мы тоже никуда не уходим, наши коллективы продолжают заниматься, продолжается концертная деятельность. Единственное, что, конечно, условия проката кинофильмов диктуют жесткую необходимость многократного проката фильмов, но мы уже обговорили с руководителем Центра культуры и молодежной политики, то есть ежедневно будет выбираться время для репетиций наших коллективов самодеятельных. При каких-то праздниках, памятных датах, то есть когда мы обычно проводим все наши массовые мероприятия, концерты, все это будет продолжаться, как было ранее. Плюс с учетом того, что мы сделали ремонт сцены, на сцене у нас теперь такое современное новое покрытие, не старый пол, я думаю, что этим коллективам будет вдвойне приятно выступать, и будут они радовать нас новыми своими хитами и выступлениями. Кинозона, отдельно выделенная, с особым креслом для кинопоказа, будет составлять 60 мест. Мы сделали это специально для того, чтобы, во-первых, жители могли смотреть кинофильмы в самом удобном месте кинозала, в самом комфортном и удобном месте для кинопросмотра, и, конечно же, для того, чтобы наши жители могли иметь возможность посещать кинопоказы в удобное время. В принципе, все кресла одинаковые, единственное, что места для кинопоказов, они отличаются цветом кресел и подлокотниками. То есть в зоне кинопоказа будут установлены подлокотники с местами для стаканов, корна, то есть, ну, как в кинотеатре, в принципе, сделаны. В остальной зоне для концертной деятельности там такие же кресла, но уже с простыми подлокотниками. Оптимальное количество мест мы подбирали со специалистами, которые занимаются кинопрокатами, кинопоказами, поэтому я думаю, что всем будет достаточно места. Наши жители поймут, почему именно 60, а не 300, и будут довольны самими походами в наш кинотеатр. И жена, и двое моих детей вот с нетерпением ждут открытия. Первый поход, я думаю, мы осуществим как раз-таки 15 декабря вместе с супругой на фильм «Аквамен». По возрастному цензу дети не попадают, но на следующий день бамблби уже дети ждут с нетерпением, как пойти.